Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Ольга Степанова, Николай Дмитриев, а в нашей студии гости, люди, которые знают очень много про красоту, про ювелирные изделия. Наш эфир «Ко дню ювелира», который будет 23 октября. И сегодня цель нашего эфира рассказать про выставку, которая тоже откроется в этот же день. Представлю своих гостей. Галина Павлова, председатель Ассоциации ювелиры Арктики. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Захаров, заведующий выставки «Сокровищница Республики Саха-Якутия». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Николаев, член Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия, председатель комиссии по развитию предпринимательства в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Леонид, добрый день. Добрый день. Людмила Фёдорова, преподаватель Якутского художественного училища имени Петра Романова. Людмила, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. За организацию эфира я хочу поблагодарить вашу коллегу, секретаря Министерства финансов Анну Чусовскую. Я думаю, она сейчас нас смотрит. И начать, наверное, я эфир хочу с того, чтобы, раз мы уже к Дню ювелира, к празднику людей этой профессии, начать, наверное, с того, насколько эта профессия сегодня популярна, востребована, и какой основной навык у людей, у мастеров этого дела, кто захочет поделиться своим мнением в начале эфира, пожалуйста. Ну, у нас ювелиры очень востребованная профессия, скажем так. Сейчас у нас выступает, это же ювелирное искусство, это ребята, которые хотят работать в сфере искусства. Это художники, да? Это обязательно художники. Обязательно художники. Люди, которые создают красоту. Да, с большой фантазией люди. Да, это и дизайнеры. В этом году, например, мы проводили очень такой интересный опрос и по школам, и очень большой интерес у детей именно к этой профессии. Потому что это творческая такая интересная работа. Ну, вы точно знаете очень много, вы ведь председатель ассоциации ювелиры Арктики. Кто идет в эту профессию? Какой-то навык нужен для нее, кроме творческого начала для человека? Все-таки это работа с металлом, это работа с камнями. Важно ли понимать, что ты держишь в руках? Потому что в народе, например, существует такое мнение, да, золото, как металл, да, что оно вроде бы как забирает энергию. Серебро, наоборот, дает энергию. О каменьях или о камнях, как правильно, вообще очень много сложено слагается легенд об их магических свойствах. Важно ли, чтобы человек занимается этой профессией, чтобы он понимал вот эту историю тоже? Или это просто что-то такое сродни легенд и сказок? Конечно, каждая такая профессия, которая требует таланта, которая обязательно, она должна как-то иметь свое предназначение. Человек должен иметь свое предназначение именно работы для работы с металлом. И должен быть талантлив в художественном отношении, во вкус у них должен быть очень хорошо развит. И, конечно, испокон веков наш народ Саха, он занимался ювелирным делом, кузьмичным делом, и это передается по наследству. И поэтому очень много талантливых людей. Правда? Да, конечно. И ребята, когда у нас учатся, обычно приходят, поступают после девятого класса, и у них обязательно, у большинства бывает художественная школа, да, они просто так не приходят все равно. Очень большой отбор они проходят, и в течение четырех лет они полностью входят в профессию. То есть, заканчивая художественное училище, они обычно, большинство из них самостоятельно становится ювелиром. Потом еще я хочу сказать, что именно художественное училище и производство, допустим, наше, да, производство, они очень тесным контачем, и, естественно, мы видим, как ребята занимаются, насколько у них такой интерес к своей профессии. И это и производство, и учеба, это совмещено у нас. У нас практика проходит в Керге, да, в производстве самой. Все практические. Ну, нет, мы не будем называть сегодня конкретное название магазина. Вообще украшение — это что? Это атрибут, обязательный к образу человека? Это показатель достатка его, или это дань традиции? Вот у вас, вы пришли сегодня, и на вас есть украшение для вас. Сегодня это все, по-моему, да? И то, и то, и от всего понемножку. Вообще, конечно, сейчас ювелирные украшения, они имеют уже свое... Если раньше покупали, допустим, есть золото, брали золото, да, есть серебро, брали серебро, тогда было время дефицита, сейчас, когда уже есть это все, есть массовые изделия, то люди как раз интересуются именно индивидуальными, функциональными, чтобы у каждого изделия была функция своя. То есть, естественно, как оберег. Вот у вас, наверное, не га, на вашей вид оберег. Да, это испокон веков тоже, вот то, что оберег. Я угадала? Да, правильно. У нас есть вообще в якутском символика такая, где девочка может выйти замуж, желание исполнить, допустим, развить бизнес. Очень много разных функций. И это должно быть все индивидуально. Ювелиров хочется знать в лицо. Есть ли какие-то конкурсы для них, чтобы люди видели тех, кто создает украшения? И вроде бы украшения – это же не предмет первой необходимости, но, тем не менее, они делают нашу жизнь интереснее, красивее. Вот как раз для этого мы с прошлого года возобновили вставку. Это получается своеобразный конкурс. Да, своеобразный конкурс. Определенный отбор проходится, конечно. И это лучшие ювелирные изделия Якутии 23-го года. Нынче будет уже 23-го по 11-е ноября. Да, по 10-е ноября. Расскажите, пожалуйста, как проходит выставка, обычно как она проходит, и будет ли что-то новое в этом году для тех, кто придет туда, и для кого эта выставка? Ну, если коснуться истории, то в 2010-м году был указ тогда президента нашей республики об установлении дня работника ювелирной отрасли и алмазогранительного производства. И вот в начале были проведены бриллиантовые недели, конкурсы проходили раньше, а потом во время пандемии все это остановилось, и вот мы с прошлого года вот с Якутским художественным училищем Баженобилетом и Ассоциацией ювелирования. Да, начали провести вот, ну, желаем, чтобы это была ежегодная выставка. Эта выставка будет проходить в сокровищнице республики Саха-Якутия. Ну, мы ждем. Сейчас начинают задавать люди, ну, индивидуальные предприниматели, а вот большие фирмы, например, они специально для этой выставки создают свое что-то новое. Поэтому мы в ожидании именно вот, какие именно изделия принесут и так далее, как выставить. А сами ювелиры, они приходят на такую выставку, они как-то представляют свои работы, и тем, кто ими заинтересуется, может быть, они расскажут вот какую-то историю создания, да, какой-то, например. Да, обязательно. Вот люди приходят, показывают, рассказывают, какие именно легенды, по какой легенде именно созданы вот их работы, и дают контакты. Вот если там посетитель вот заинтересуется покупать это изделие и так далее, мы даем контакт вот этого данного ювелира. Чтобы они уже общались прямое. Да, общались и так далее, ага. А что-то новое планируется в этом году? Или, в общем-то, выставка уже традиционно будет проходить, так как уже... Ну, выставка называется «Лучшие ювелирные изделия 2023». Это означает, что изделия будут только этого года, текущего года. И вот многие готовят новые изделия фирмы. А вот это и будет новинка. Да, да. И еще одна новинка этого года у нас будет впервые выставка, еще и эскизов. Каждый ювелир – это художник, во-первых, да. Сначала эскиз делается, то есть на бумаге все рисуется. Вот впервые в этом году уже должна быть выставка эскизов еще. Выставка откроется 23 октября. И будет продолжаться до 10 ноября. А кого вы ждете из гостей на эту выставку? Кому это будет интересно? Ну, основная сель выставки – показать, именно пропагандировать, инвестировать творчество наших мастеров ювелирных предприятий, ювелирных мастеров именно широкому кругу посетителей. Это будут и жители нашей республики, жители города и гости нашей республики. То есть привлечь внимание к самой профессии, к самой отрасли, да? И вот, наверное, я Леонида попрошу подключиться к нашему разговору. Какие сложности на сегодня у представителей отрасли ювелирной? Потому что в народе, вроде бы, кажется, все, кто с этой отраслью связан, это очень богатые люди. Ну, вот так кажется, все-таки это же те люди, которые имеют доступ к металлам, к бриллиантам. Хорошо. Я вам маленько расскажу о положении сейчас ювелирной отрасли по нашей республике. Вот если взять по годам, да, то в 2008 году на учете состояло в пробирной инспекции 204 организации. По состоянию на 1 января нашего, текущего года, 66. По состоянию на 1 июля уже 54. То есть получается меньше, меньше, меньше. Да, происходит спад. А почему происходит спад? Вот смотрите, да. В 2008 году практически был введен финмониторинг. Это полный контроль по учету движения, ну, практически по финансовым учету движения. С прошлого года, то есть 2021 года, с 1 июня, был введен государственная интегрированная информационная система по контролю за движением драгоценных металлов и драгоценных камней. Эта система себя внедряет в то, что откуда берется металл, где он покупается, куда он поступает, из этого металла что было сделано и кому продано. Такая цепочка движения происходит полный контроль. Это раз. А с этого года, ну, у нас 2023 года, с 1 января, согласно федеральному закону 47-му, который был принят 9 марта, переведены все предприятия, независимости от форм собственности, супрощенность системы налогообложения на общую систему налогообложения. Ну, представляете, если сидит один ювелир, который должен отчитываться и по финмониторингу, вести учет движения по системе ГИС МДК, как мы ее называем коротко, так он еще теперь будет отчитываться по налогам, вести, то есть учет, с упрощенной, где он мог просто собрать все налоги, все затраты, представить налоговую и наизом отчитаться. То есть палки в колеса, по-простому говоря. Ну, палки в колеса, это, видимо, идет какая-то определенная политика учета. Ну, мы согласны, ювелиры согласны с ГИС МДК, да, потому что очень много было когда-то, помните, в 90-х годах, это было очень много сюда поступало турецкого, по неотходу пробы, по маленькому содержанию продавалось, как настоящее золото. Систему, конечно, учета налаживать надо, но если она, конечно, уже готова, она когда уже сформирована, но ее внедрили в таком сыром виде, что каждый раз, каждый месяц какое-то происходит изменение. Вот мои коллеги подтвердят это, что действительно приходится каждый раз что-то новое опять изменять в программе, опять изменять в учете, опять какие-то движения, поэтому очень тяжело. Финансовые затраты дополнительные. Финансовые затраты, да, это специальная программа, специальный учет, специальный... Сейчас вот на каждой изделии устанавливается QR-код. Вот, это такая маленькая эта, которая читается лазерной указкой, которая про него будет написано все полностью, откуда сделан, кем сделан, и сколько он весит, какие там камни находятся. С одной стороны, хорошо, что ты пришел и сразу можешь навести... Навести... Да, свой телефон и прочитать про это изделие полностью всю информацию. Ну, особенно вот эти наши штучные мастера, которые работают в одиночку, они просто не выдерживают это. И поэтому они уже переходят, либо уже кто, кто, куда, кто на бижутерию, на простые такие вот моменты. Вот, и самое тяжелое то, что еще система требует постоянно, как бы сказать, чтобы был интернет постоянно. Ну, для севера это, конечно, очень тяжело. Не все наши деревни, лусы еще имеют... Такую возможность. Такую возможность. Поэтому это практически уже их выключает из этой системы. Вот заключается в чем трудности наших профессий. И к чему же это приведет, если дальше вот это вот все будет именно так и настаивать будут на таком порядке? Ну, тут, видимо, вот поэтому ассоциация ювелиров, она и должна объединить в этой возрасте, чтобы помочь нашим ювелирам уйти из этого положения. Кто-то будет, видимо, создаваться в определенные промышленные такие корпорации, или, как нам сказать, не корпорации, а объединения, наверное, скорее всего, правильно будет сказать. Вот, чтобы можно было кто-то... Вот сейчас вот мы будем проводить, круглый стол будет у нас проходить с этой тематикой, где мы постараемся рассказать, довести ювелирам не только о состоянии ювелирной отрасли в республике, но и помочь им с бухгалтерским учетом. Потому что есть организации, которые берут на аутсорсинг. Вот им подсказать это. Подсказать, какие программы можно будет внедрить им, чтобы можно было самим вести учет по движению. Ну, как-то им помочь в этом плане информационный. Вот для этого создан наш комитет при торгово-промышленной палате, который помогает ювелирам быть все-таки в информационном поле, не за ним. Не уходить из этой профессии. Не уходить из этой профессии. Потом еще дополнительно, если говорить об этом, о трудностях, то мы и с торгово-промышленной палатой, и с нашим законодательным органом пишем письма ассоциаций, и художественное училище у нас тоже помогает. Мы пишем письма в различные органы, не только в региональные, но и в федеральные органы. Именно по изменению налогового законодательства сделали несколько предложений, и эти вопросы сейчас рассматриваются. А как в идеале было бы хорошо? В идеале вообще, когда вот с 1 января перешли на полное налогообложение, должен был быть переходный период. Ведь ювелирка – это не хлеб, который каждый день берется, и обороты у нас каждый день, да? То у нас получается 80% товарных запасов остались с прошлых лет. Согласитесь? Да. И получается, что мы в те годы, да, мы не платили налог на добавленную стоимость, и 80% получается, что за эти товары мы платим двойной НДС. Практически у нас получается 38% НДС мы оплачиваем сейчас. Конечно, для производителей это очень сложно. Это будет маленькая зарплата? Это не только, наверное. Не только маленькая зарплата. Это вообще, можно сказать, ювелирное производство не только у нас в регионе, по всем регионам нашей страны, России, идет такой процесс. Это касается именно средних и малых предприятий. Если большие предприятия, они все время были на НДС, то в этом с 1 января перешли вот мелкие, средние и малые совершенно предприятия, и ПЭТ тоже. И получается, что оплачивая такой вот, если был бы переходный период какой-то, хотя бы вот растянули бы его на полгода, на год, тогда было бы все-таки проще. Скажите, что вот такой бы процесс был бы лучше. Ну и кроме этого, еще мы другие предложения дали по налогоположению, что можно было бы там и минимальные вот эту ставку как-то уменьшить. Это иметь в виду по 145 статей налогового кодекса. Для меня, как для обывателя, да, это, конечно, очень сложно, не очень понятно то, о чем вы говорите, о каких вот этих сложностях, да. Но понятно, что раз сокращается количество людей в этой профессии, раз сокращается количество предприятий, то это однозначно там сложно работать, да. То есть там как бы эта профессия тогда тебя не прокормит, раз оттуда уходить, и люди предпочитают и заниматься, вместо того, чтобы натуральными металлами идут, занимаются бижутерией. Хотя на сегодня, мне кажется, покупатель, да, потребитель, он очень избалован. Мы заходим в магазин, и мы видим огромное количество украшений, и причем они, мне кажется, на любой вкус можно найти абсолютно для самого изысканного какого-то покупателя, он не уйдет без вещи, если он пришел, вот просто выбор большой. Вроде бы так и не скажешь со стороны, я к тому, что вот мало людей в этой профессии. Ну вот еще бы я хотела сказать, что можно, обязательно нужно развивать туризм. Вот скажите, вы последний раз когда были в ювелирном магазине? Ну, я, честно говоря, холодновато отношусь к ювелирным изделиям. Не скажу, что я прямо вот захожу и вот я трепещу. Хотя у меня есть знакомые, для которых поход в ювелирный магазин – это круче, чем поход в музей. Они как будто бы подпитываются вот этой красотой, этой энергией, и присматривают какую-то вещь, которая для них как стимул вот ее купить. Ювелирный магазин – это не только для того, чтобы вот пойти, купи-продай. И именно то, что каждый ювелир вкладывает туда свою душу – это тоже произведение искусства. Я с вами очень согласна. И вот как раз выставка, которая начнется 23 октября, как раз-таки она может подарить такие ощущения, такие эмоции всем тем, кто придет туда, в сокровищницу Республики Сахай-Кути. И получить дополнительную какую-то энергию. Да. Я посматриваю на часы, потому что у нас реклама сейчас буквально на 4 минуты. Дорогие друзья, и мы вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем в нашей студии люди, которые знают все про ювелирное мастерство, про красоту, которую вы, дорогие слушатели и зрители, можете увидеть 23 октября. И по 10 ноября можете приходить на Кирово-12, в сокровищницу нашу, национальную здание Комдракмета. Там пройдет выставка. Выставка ювелирных изделий, причем новых изделий этого 2023 года. Мы сегодня говорим о выставке, о том, что во время выставки будет ждать посетителей. Наверняка пройдут какие-то мастер-классы. Расскажите, пожалуйста, Людмила. У нас ко дню ювелира запланирована целая неделя, посвященная ювелирам. И она у нас начинается первая 23-го уже с лекции с нашей знаменитой археолога Прокопьевой Александры Николаевны. Она будет в лекции рассказывать о значениях именно украшений, о том, как правильно их носить. Очень интересные лекции у нее всегда с большим ажиотажем проходят. Это в прошлом году тоже было, и многие, те, которые не попали, по их просьбам, опять в этом году мы делаем такую лекцию и встречу с археологами. А в чем ценность будет этой лекции? В принципе, можно же в интернете посмотреть какую-то информацию, как правильно носить. Да, в интернете очень много информации есть, которые по датам можно, по векам можно неправильно понять и так далее. Еще есть такие вот, например, украшения тоже непонятно с чем носить. Именно по векам разделяются. 19-й век и так далее с архаичными украшениями. Сейчас же очень популярна архаика. И вот с Александрой Прокопьевой мы уже работаем где-то пятый уже, наверное, год. И именно в популяризации архаичных изделий, украшений. Еще сейчас ни одно мероприятие, по-моему, такое городское, республиканское, не обходится без того, чтобы туда не пришли люди в национальных одеждах с национальными украшениями. Причем их дарят с удовольствием представителям других народов, других наций. И это тоже с удовольствием все надевается и носится. И также будем проводить мастер-класс. Это уже мы будем делать, художественное училище. Именно будем проводить тоже по архаичной накосные украшения, косоплетка называется. Вот такие вот штучки будем делать. Я обратила внимание, это заколка такая, да? Да, это заколка. Их будем изготавливать. И те желающие, горожане тоже сами можете прийти, попробовать в роли себя ювелира и забрать свои изделия с собой. На сегодня очень популярна вот такая история, да, что сами люди просто что-то покупают и сами мастерят для себя украшения. Кто-то продает, кто-то просто дарит своим знакомым, да? То есть это, мне кажется, такое популярное сейчас направление. Да, конечно. И тем более ты можешь создать украшения, которые больше не волны, да, авторская работа. Да, самим участок как раз многие этим интересуются. И серьги будем делать тоже, Туараха Тарга называется, да. А вот такое украшение, которое вот у вас как заколка, да, это что оно в себе несёт? Это, конечно же, вот нижние бубенчики, это всегда оберег. И вот таким звуком она оберегает, очищает. Отгоняет злых духов. Отгоняет злых духов, да. Если вот и девочки носят, и бабушки, и все носят вот такие вот украшения, вот смысл и так далее. Всё это очень долго можно рассказывать. Вот посвящайте Лексия Александра Прокопьева, и вы всё будете знать. Да, потому что в интернете можно запутаться, а здесь тебе уже дадут определённо какую-то информацию, уже отфильтруют. Это чисто тоже общение такое, открытое общение будет с археологом, который уже этим занимается больше. Знает на ощупь эту профессию. Люди вот в вашей профессии, которые сталкиваются с металлами, с каменями, вы сами в подарок что предпочитаете? Или вам уже знают, что вот лучше не прогадаешь, если подаришь что-то ювелирное? Да, конечно, знают уже. Это не дают, да? Говорят, кто-то откуда-то приходит обязательно ко мне с камнями, там, с бисером, который... Вот я нашла вот такой уникальный бисер или камень. Кстати, на выставке, по-моему, будут ещё мастер-классы бисера, да, плетения что-то, потому что ролики мы сегодня посмотрели, показали нашим зрителям, что это была история бисера. Которые вплетутся в изделия уже. Готовые изделия с бисером. Ювелирные есть. Да, я думаю, что если мы говорим про выставку, наверное, нам нужно будет нашим зрителям и слушателям рассказать, по какой цене билеты на эту выставку и будут ли льготы для каких-то определённых категорий. Да, у нас для взрослых посетителей 350 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров 150 рублей. И кроме этого есть социальное направление. Это инвалиды, многодетные, участники военных действий и так далее, герои России, герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны. Все бесплатно могут посетить нашу выставку. Обычно большой поток людей? Да, с каждым годом увеличивается посещение. Видимо, растёт туризм, видимо, внутренний. Много очень приезжих, и именно всегда посещают нашу выставку сокровищницы. Всё-таки приезжих больше, да? Да, приезжих больше, ага. Местные приходят, и многие говорят, что даже не знали, что существует у нас Господь Республики, выставка сокровищницы и так далее. И уходят очень довольные от работы наших мастеров и так далее. Ну, основной вот, пишут свои отзывы, всегда пишут о том, что именно о таланте наших мастеров, их работа так далее. Сейчас как раз показывают фотографии изделий ювелирных, очень красивые. Да, это работа Александра Манжурева. Это Шадрина Владимировна. Прямо неожиданные какие-то такие вещи. У нас есть очень много изделий у студентов учебных заведений. Это курсовые, дипломные работы студентов. Мы их часто берём на выездные выставки. Вот, центральные города, Владивосток, Кемерово. И вот, посетители всегда удивляются, какой у вас талантливая молодёжь, и как вы даёте работать студентам вот такие вот серебряные драгоценные металлы. А вдруг испортят, и так далее вот, начинают вот такие вопросы задавать. А вдруг испортят? Бывает такое? Ну, металл-то можно переплавить, заново сделать. А есть такое же поверье, что металл, например, нельзя вот с другого человека, да, например, там перепокупать? Что ты вместе с металлом, который носил, да, с изделием, который носил другой человек, ты можешь вот эту вот энергетику, какую-то там историю зацепить чужую? Ну, сейчас многие на заказ хотят заказывать именно вот и мастерами тогда свое индивидуальное. А если уже переплавил металл, то всё, он как будто перезагрузился, новая уже, да? Да, конечно. Совсем новая история. Но глядя вот на эти украшения, очень красивые, да, даже не хочется вот мысли допустить про то, что эта профессия может вымирать, да, и как-то может быть меньше мастеров. Наоборот, кажется, что их должно быть больше, потому что востребованы такие отзывы тёплые, да, пишут на выставке. Что же нам делать, чтобы этого не допустить? У нас очень талантливые ребята, ну, молодёжь, ювелиры, да, и вот им нужна сейчас поддержка, хорошая поддержка. Расскажите, какая поддержка нужна? Да, в этом году вот Ассоциация ювелиров Арктики, мы выиграли грант вместе с художественным училищем, выиграли президентский грант Российской Федерации, где обучили 30 детей на юного ювелиры и юного дизайнера. Вообще получилась очень интересная такая программа, и столько талантливых детей, и выбрать из них 30 человек, чтобы обучить их, было очень сложно, правда, такой большой конкурс у нас был. И то, что вот сделали, потом мы по окончанию сделали выставку совместную этих детей, которые вот делали эти изделия, необыкновенные изделия. От 13 до 18 лет ребятам было. Такая выдумка, и такие прям все, очень быстро делается, схватывает на лету. Я думаю, что мы продолжим, наверное, это такой вот наш опыт совместный, делать такие вот программы для детей, и вообще не только дети хотят заниматься этой ювелиркой, еще и взрослые, правда? В прошлом году мы выпустили тоже дополнительное образование, вот, людям, которые уже имеют профессии, да, они переобучились в течение двух лет у нас, и уже ювелирами стали. Тоже очень интересно, и в этом году все тоже звонят, когда курсы, когда, ну, пока еще нет курсов. Еще мы проводили женский клуб, тоже проводили занятия с женщинами, которые вот тоже делали сами индивидуальные украшения. Три ребят у нас поступили же после нашей школы. О, видите, какой хороший результат. А какой возраст, вот, рекордсмен, в каком возрасте идут переучиваться на ювелира, и вот потом успешно как-то... Ой, можно ли мне возраста говорить, но после 60-ти тоже были. Ничего себе. И сейчас они очень счастливы. Это же очень гроботливая работа. Мастерскую свою открыли и работают. Зрение нужно хорошее. И получается. После 50-ти тоже были. Ну, тогда, смотрите, профессия все-таки популярная, да, все-таки туда идут, и с помощью нее зарабатывают деньги, или как-то больше вот находят себя. Находят себя и зарабатывают, конечно же, да. Но сейчас вот ювелир один не может... Просуществовать, да. Обязательно у него будет бухгалтерия и так далее, да. То есть он не просто там художник, но он еще и математик получается, да. Поэтому лучше объединяться, создавать свои новые предприятия, да, частные, индивидуальные. Вот в прошлом году посвященная наша выставка была молодым именам. В прошлом году именно молодых мы призывали, чтобы ювелирное искусство молодежь как воспринимает, да, вот именно, которые вот недавно закончили, как работает. И по итогам этой выставки очень хороший уровень у наших, скажем, мастеров, да. А в этом году будет выставка лучшие ювелирные изделия, уже все-все-все предприятия могут участвовать. И поэтому в этом году тоже очень интересно будет, я думаю. И вот по сравнению с витринами, да, вот вы идете на витрины, смотрите в магазинах, да, там совсем другое ощущение, нежели в музее уже совсем под другим светом, под другим освещением стоят именно вот эти вот индивидуальные изделия, авторские изделия. Высокого ювелирного искусства уже изделия. Если кому-то что-то понравится, он может вот потом, да, с мастером сам созвониться и приобрести, да, какое-то изделие. Да. Да. Я хотела бы дополнить еще, что на будущий год мы ведем сейчас переговоры с Российским этнографическим музеем. Мы многие изделия делаются именно по эскизам старинных изделий конца 17-го, начала 18-го века. по этим эскизам и сделать совместную такую выставку, выставить именно старинные изделия и те уже интерпретированные на современный лад, тоже для сохранения народных традиций, сопоставить вот эти коллекции. Это будет где-то в феврале месяце в Санкт-Петербурге. Я думаю, вот выставка. Любые какие-то совместные выставки, это всегда будет интересно. Ну и самая главная задача наших ювелиров, я так думаю, что это сохранение наших традиций. У нас очень такие вековые традиции, которые нужно сохранять. И то, что делается нашими ювелирами и сейчас, и будет на этой выставке, то это получается, что именно сохраняя все в современном стиле, это делается. Это очень интересно, так что приходите на выставку. Вот цель ассоциации ювелиров для того, чтобы помогать людям вот так вот проявиться, да, рассказать о себе, объединиться. Это самая основная цель вашей организации? Основная цель, конечно, вот как Леонид Николаевич сказал, что сейчас какие проблемы существуют ювелирные, сама позиция сейчас заставляет людей объединяться, чтобы сохранить вот эту нашу отрасль. Но это получается или все-таки не все хотят объединяться? Кто-то, может быть, хочет в большом корабле большое плавание существовать отдельно, и тогда уже это невозможно. У каждого, конечно, свои планы, и поэтому каждый может или вступить, или не вступить. И у нас главное, что это как продвижение нашего якутской национальной и вообще северной такой вот профессии. Сейчас еще и союз ювелиров планируется создание, да, союза. И вот как раз круглый стол будут проводить вот ассоциация, ну, союз ювелиров республики. Это для того, чтобы... Да, для того, чтобы объединять и для того, чтобы вот с проблемами вместе как справляться. Какие-то интересы. И подсказать там, что как можно обойти эти проблемы с меньшими потерями. Так что, уважаемые наши коллеги, мы всех призываем, 26-го будет у нас круглый стол. В рамках выставки, да? 26-го? А, 25-го. 25-го, да. Мы можем еще раз сказать о мероприятиях, которые пройдут ко дню ювелира, и на которые вы приглашаете своих коллег. Ну, это первая выставка. Ну, это первая выставка. С 23-го по 10-го ноября. И в рамках этой выставки будут проходить вот мастер-классы. Якутское художественное усилище будет проводить. Людмила будет проводить. Лексия, беседа, встреча с этнографом Александрой Прокупьевой. Ну, вот художественное училище ведет большую работу. Они вот с этнографами работают. И вот на основе археологических находок они воссоздают те старинные изделия, которые были уже заранее. Как будто вот старинное захоронение является вот тоже хранилищем вот каких-то исторических вот эталонов. Одним из этих самых ярких, наверное, работ будет представлен тоже на выставке. Это начальник, ну, украшение для невесты из фильма «Не храните меня без Ивана». Для этого фильма мы тоже делали вот украшение, и сейчас оно тоже было интересно. День открытия выставки будет отличаться от остальных дней? Там будет лекция, беседа. Нет, открытие выставки будет 20-го. А открытие 20-го официальное? А посещение уже с 23-го. А на открытие вы приглашаете уже там своих коллег, да? Да, да. Участники вот этой предприятия, индустриарные предприниматели и так далее, вот, которые именно будут участвовать на этой индустрии. Да, пожалуйста, добавьте, что наносится немного времени, вдруг я что-то не спросила. Хочу добавить, что в период проведения ювелирной недели будет по круглому столу, там будут не только рассказываться о состоянии дел, да, в республике по ювелирной возрасте, но и будет оказана помощь в бухгалтерском направлении учёте движения, по 1С бухгалтерии будут специально приглашены, вот. И будут рассказаны методы постановки на учёт, потому что многие ювелирные смогли встать на учёт по новым требованиям. Там будут, ну, тоже как бы мастер-классы, как бы, чтобы можно было встать на всех законных основаниях, чтобы работать с драгметаллами, чтобы не было никакого нарекания со стороны контролирующих органов, вот. Поможем, как им встать правильно на учёт, получить спецразрешение. Это будет всё проводить в рамках круглого стола. Ну, в общем, мероприятие именно для людей этой профессии и вообще вот эта вся неделя, она наверняка очень долгожданная, нужная и важная, да, там будет очень много всего полезного. И возможность своим сообществом сесть и обсудить дальнейшие проблемы, подумать, где просить поддержку, помощь, как это облегчить работу, да, для своих коллег, это, конечно, очень важно. Остаётся минута у нас до конца эфира, может быть, есть какие-то пожелания для наших слушателей и зрителей, и будем заканчивать. Я как организатор выставки, который проводит именно вот экспозицию, оформляет, приглашаю всех, кто вот слышит нашу передачу, прийти, посмотреть, любоваться, может выбрать какое-нибудь изделие, общаться с коллегами. И с мастерами. И с мастерами. Леонид, ещё что-то хотим сказать? Нет, я хотел добавить, что мы будем стараться, потому что эта проблема не региональная, это проблема всей России, поэтому вот уже много, вот как Галина Николаевна говорила, много писем написали, ответы ждём. Ещё будут 23 ноября проходить парламентские слушания. Я думаю, что мы всё-таки будем добиваться, чтобы можно было оказать нам поддержку. Да, и может, у вас всё получилось. Спасибо большое за эфиры. Спасибо за эфиры.